Гага, не будет! Начнём с того, что я покажу лицо. FaceReveal. Я немножко волнуюсь. Это я. Вот так я выгляжу, короче. Короче, я только что вернулся с почты России. Как вы думаете, сколько посылок от подписчиков я забрал? Ваше предположение. Нет, не ноль. Не ноль. Но я не ноль, не ноль. Две? Нет. Восемь, четыре? Нет. Семьдесят семь? Нет. Пять? Нет. Одна посылка? Нам. Не, ну это круто! Но вообще, на самом деле, там их должно было быть две, но у какого-то товарища посылка уехала куда-то в другое место. Короче, мы сейчас будем эту одну посылку открывать. Не надо открывать, подожди, пока приедут остальные. Ну как не открывать? Она вот стоит. Вы что хотите, чтобы я её не открыл? Я хочу её открыть. Мне интересно. Ебать, это новая цепь? Да! Да! То она стоит то ли 600, то ли 400 рублей с Алиэкспресса. Да! Да! Так, ну что, значит, посылка. Вот такая посылка. Ну, пакет большой, а там просто вот коробочка. И она довольно лёгкая, кстати. Короче, посылку прислала некая Вероника. Вот, я надеюсь, там не говно. Ну, ничего плохого. Мы сейчас её будем открывать. Так, чем пахнет? Ничем не пахнет. Ну, говном не пахнет. Так что, в принципе, уже нормально. Уже можно открывать. Так. Значит, мы откроем. Блядь, есть сейчас на коробке запрещенное слово написано какое-то. Я не виноват, потому что Twitch не бань. Пожа. Так, значит. Ну, что я здесь вижу? Я здесь вижу... Так, для начала, пакет мне надо сохранить, потому что мы потом посылку будем отправлять. Нихуя! Нихуя! Значит, пакет я оставлю, потому что потом я буду отправлять письмо человеку. Так, пакет мы оставляем. Короче, что мы здесь видим? Мы здесь видим короб с аниме-девочкой какой-то. Неплохо, неплохо. Ну, давай, ладно, давай мы тебя... Блин, если я наклею её сюда, все же будут думать, что я анимештек. Давай так, я наклею её вот сюда. Вот с этой стороны её не будет видно на стриме, но я её буду видеть. Пиздец, у меня теперь аниме, блядь, на микрофоне. Ну, ладно, похуй. Всё, так, значит, главное, чтобы мама не увидела, это скажет ясно, блядь. Сын анимешник. Блядь, у меня по ощущениям скоро микрофон отвалится от стойки, ну, похуй, в принципе. Итак, значит, и причём странно, здесь, видите, под скотчем чё-то, ну, написано маркером. Вы видите? Оно как бы как будто закрашено, то есть такое ощущение, что тут было чё-то написано, но оно... А я сейчас выясню, что там было написано, подожди. Сейчас я выясню, я умный. Сейчас мы этот скотч будем потихонечку... Тут чё-то зашифровано, какая-то... Какие-то эти самые символы спрятаны. Мы сейчас докопаемся до правды, блядь. На, ну, тут вот так вот написано. Не знаю, не знаю зачем, но банворды, понятно, блядь. Там координаты, там банворд... Не-не-не, всё нормально, всё нормально, тут просто ник ещё написан. Во, так. Я избавился от скотча. Я избавился от скотча, теперь будем открывать. О, е-е-е-е-бать! О, е-е-е-бать! Ля-а-а-а! Ля-а-а-аа! О, ля-а-а! Ну-ка, пахнет чём-то? Не, ничего не пахнет. Чё, ну это охуенно! Смотри! Ля какой! Утюг какой хороший! Какая прелесть! Ты посмотри! Охуеть! Ля, какая штучка! Блядь, она такая приятная на ощупь. Боже, это такая приятная штучка. Очень приятная штучка. Это мягкая игрушка-собачка. Плюшка, лежачая. Это лежачая плюшка. У тебя какая хорошая, у тебя какая хорошая. О, какая хорошая игрушечка, я в ахуе. Как сиськи. Да нет, даже приятнее. Приятнее даже. Какая прелесть. Мне очень нравится. И эта штучка, значит, она лежит на сто... Я найду для нее место. ЧЁТ! Ой, это что такое? Блядь, что это? Чё? И че мне с этим делать теперь? Что? Что это, блядь? Короче, это какая-то микроштучка с какой-то аниме-девочкой. Вот. Я не знаю, что мне с этим делать, но... Ну, ладно. На ключи. А, на ключи вы ебанулись, что ли? И че? Я мне ключи будет страшно достать. Ой, это что такое? Бля, пиздец. Там, походу, какое-то химоружие было. Видите, я уже... Мне уже эта кожа отваливается. Короче, ну вот, вот, вот такая штучка еще. Ага. Вот, вот, вот такая штучка. Ну, прикольно. Я, правда, не знаю, что с этим делать. Я же не анимешник все-таки. А вот это что-то... Я даже не знаю, что. Вот вы, блядь, в жизни не угадаете, что у меня в кулаке. Вы, блядь, в жизни не угадаете, что у меня. Вот попробуйте угадать, что у меня в кулаке. Хуй? Нет. Камень? Нет. Таракан? Нет. Воздух? Нет. Хуй, нет. Да не хуй! Какая-то мини- мини- еда. Кстати, выглядит пиздец как натурально. Это какая-то мини- еда. Вот. Мини- еда какая-то. Она выглядит приколдесно. Прикольно. Прикольная штучка. Так, ладно. Блин, мне надо, знаете что? Я думаю, что я, когда сниму хату, я себе куплю какую-то полочку из океи. Знаете такую, которая типа квадратами идет? Вот такая вот. И поставлю туда, буду ставить туда всякие рофлы, короче, от подписчиков, которые мне присылают. Потому что это все прикольные штучки. Очень. Но я не знаю, что с ними делать. У меня нету для них пространства. Поэтому на новой квартирке, получается, мы его... Новое пространство это дело обеспечим. Твой рацион на день. А, понятно. Так, дальше это вот такая штука. Что это? Что это? Сумка кондуктора. Сумка... А! Это типа рофл. Я понял. Это поясная сумка, которая ни хуя на меня не залезет, да? Я понял. Это поясная сумка, которая ни хуя мне не влезет на меня. Ну ладно, сейчас мы посмотрим. Так, подожди. Надо ее как-то... Сразу ремень надо увеличить на самый максимум. Тут, в принципе, и нечего думать, как бы, сейчас. Через шею можно носить. Ну, сейчас, сейчас мы попробуем. Подожди. Я, правда, не знаю, зачем эта штучка нужна. Но я, знаете, что слышал? То, что очень много кто такие штуки, например, берет с собой в поездку. Не, но она на пояс мне не налезет. Я уверен на 100%. Да, она вообще мне не налезет на пояс. Вот. Но, ну как-нибудь... Ну, блядь. Ну вот, ну типа. Я большой, да. Я большой. Увидите, она на плече-то у меня едва-едва держится. Ну, короче, ладно. В общем, это прикольная штучка. Я думаю, что я придумаю ей применение. А что там внутри, интересно? Чисто бабка на рынке. Охуели. Ладно, это прикольная штучка. Ой. Ага. Мэйден Раша, кстати. Мэйден Раша, блин. Но мне нравится она. У нее прикольненький рисуночек какой-то. Я даже не знаю, как это описать. Но вот это такая прикольная штучка. И сама она такая вообще, в принципе, плотная. Очень хорошая, качественная. Очень крутая штука. Я придумаю, как применить ее. Вот, обязательно. Это полезная вещь, реально. Так, секунду. Дайте мне ебало протереть. Потому что у меня что-то ебало мокрое, потное, блядь. Потому что я бежал домой, нахуй, торопился. С этой ебучей почты, блядь. Ага. Это, наверное, для собаки. Но я, кстати, думаю, что да. Эту штучку можно на лаке, например, при это самое, присобачить. Вот. Значит, тут теперь много чего, чат. Тут много всяких маленьких приколдесов. Например, вот. Бля, как классно, ебать. Вот такая штучка. Вот такая штучка. Это кит. Это кит. Это кит. Вот такой вот кит. Вот, он очень тоже такой приятненький весь. Подожди, у него сзади какая-то штучка. Ладно, я не буду его особо теребить. Но это, как я понимаю, нашивочка, да, какая-то? Или что это? Это нашивка, да, называется? Нашивочка. Ага. Вот. Ну, понял. Хорошо. Можно, в принципе, его куда-нибудь сюда разместить. И будет прикольно. Так. Так, так же здесь куча-куча-куча всяких наклеечек. Куча-куча всяких наклеечек, как я понимаю. Всяких. Зачем ты тут 10 рублей? Лежит. Ладно, спасибо. Это донат получается? Понял. Так. Здесь всякие наклеечки. Вот. 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 Вот такого формата. Здесь есть всякие разные наклеечки. Вот. Это что за наклеечка такая? Это котик, который взвешивается. Блин, очень мило, очень прикольно. И вот такие еще котики. И тут этих наклеечек много всяких разных. Так. Тут письмо. Ебать. Так тут этих наклеечек-то прям, прям, ну, до хера. Смотри. Тут прям реально много. Это можно все ими обклеить. Письмо написано 0.9.04. Ага. То есть совсем недавно. Для Круглика. Ага. Так. Давайте прочитаем письмо. Тут вопрос про шары. Ладно. Q. Антоша. Т. 2. Х. 2. Ну, блядь. Ну, с шарами в реальной жизни. До меня еще не доебывались. Ладно. Q. Антоша. Т. 2. Х. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 3. 5. 5. А что значит физически, бля? Это чё, типа, намёк на то, что я толстый? Материально это чё, намёк на то, что я нищий? Ля, блядь. Ну ладно, написала не банить, поэтому не буду. Во-вторых, сегодня шары будут, знак вопроса Кек В. Лан, лан, шучу. Надеюсь, тебе понравился мой подарок и погладь за меня лаки. Поглажу, подарочки очень понравились, правда, очень приятно. Спасибо за тёплые слова поддержки и стримы в общем. Мне очень приятно здороваться с чатиком. Приятно, когда здороваешься с нами. Желаю лаки не болеть. Ну, как и тебе, круглик свинодув, Пепа Гиглес. Чатку, мой почтовый адрес. А, ой, сейчас это как прочитаю. Короче, я вам сейчас покажу этот листочек, только кроме адреса. Вот он написан очень приятным красивеньким почерком, видите? И оформлен всякими разными штучками. Тут вот стикерами, всякими рисуночками. Вот, это прикольно. Но подождите, это ещё не всё. Тут ещё что-то лежит. Тут просто листик, да, наверное, какой-то лежит на дне. Тут какой-то листик лежит на дне, и он, по идее, должен быть запрещенным словом. Нет, это просто листик. Просто листик, вот. И куча-куча всяких стикеров. Блядь, чем-то он пахнет, этот листик. Чем-то, не знаю. Ну, не невкусно. Какой-то приятный запах. Приятный запах от листика исходит. Ладно, плохо. Значит, это всё. Вот. Вот такая вот получается посылочка. Я её сейчас пока отложу в сторонку, потом всё разберу, разложу. Только надо аккуратненько её закрыть, коробку, потому что Шаблаки не достала игрушку и не скушала её. А то она может. Короче, вот такая вот получается первая посылочка, которую мы получили. Посылочка охуенная, я считаю. Спасибо большое, Минроника, за посылку. Вот. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень приятно и прикольно. Продолжение следует...